Аплодисменты Десять лет назад мы собрались на Дубровке, почти всей труппой и всеми нашими службами, весь коллектив, который Нурдост делал, мы собрались, чтобы посмотреть фильм, который сняла Лена Маленкина, наш пиар-менеджер о Нурдосте. И пообщаться, обняться. Через десять лет, встретившись, мы только начали вспоминать наши какие-то приключения во время проката, наши какие-то сценические байки, начали петь наш мюзикл, с любого места мы начинаем петь и поем до конца. Абсолютно не останавливаясь, оказалось, что мы все помним. Более того, именно тогда мы осознали, что ничего лучше мы в своей жизни не пели. Никогда. И Алексей Игоревич Иваченко, и Георгий Илья Ильич Васильев сочинили что-то такое, что-то такое проникающее под кожу, меняющее ДНК. И буквально становящееся частью тебя, потому что все, кто к Нурдосту прикасался, все семья и родственники. Это научный факт. Вот тогда родилась у нас идея сделать такую камерную концертную версию, фортепиано, только для себя, только для себя. В жанре бойцы вспоминают минувшие дни, что-нибудь такое, да? И мы эту версию сделали, нам в этом помогла Таня Солнышкина, наш концертмейстер легендарный. И наш музыкальный руководитель, она помогла нам сделать все хоры. Мы сделали избранные сцены, так сказать, из спектакля, а все остальное мы болтали, что-то шутили, отвечали на вопросы зрителей. И это была такая встреча сугубо ностальгическая. Прошло пару лет, и нас пригласили на гастроли в Америку неожиданно. И тогда мы уже сделали более-менее полную концертную версию, за исключением детских сцен и таких сцен, которые без танцев не имеют смысла. Такие тоже сцены есть, в этом спектакле обязательно должны быть. И каждый раз мы, собираясь, ощущаем себя на 20 лет моложе, ну ладно, это очень лично, самое главное, и не самое главное. Так вот, стали мы собираться не часто, конечно, потому что такую компанию часто не соберешь, это очень востребованные люди. Мы собирались, ну, собираемся с тех пор раз, два, три, четыре раза в год, выступаем в разных городах и странах, но каждый раз в октябре мы собираемся обязательно в Гнезде Глухаря, потому что это первый зал, который нас принял как родных, который стал нашей реп-базой и нашим домом. Вот, и Гнезду Глухаря большое. Спасибо, Заяц! Несмотря на то, что сейчас на этой сцене стоят звезды музыкального театра, лауреаты из золотых масок. Это проход с годами. И даже целый голос московского метро Алексеев. Докажите! Следующая станция – театральный центр на Дубровке. Все равно мы все одна семья. Мы все юные, прекрасные. И чувствуем сопричастность к чему-то необыкновенно великому, большому, чего до нас никто не делал и не сделал впоследствии. Вам есть что добавить, друзья? Петр Николаевич. А вам Алексей Игоревич. Алексей Игоревич Иванович! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы представить себе не можете, как я волнуюсь. Двадцать лет назад нас колотило крупной дрожью. И мы не верили, что сейчас это произойдет. Оно произошло. И уж никто никогда не предполагал, что это окажется так серьезно, что это будет, помнится, двадцать лет. И что будут люди, которые беззаветно, будучи беззаветно преданными народовству, являются его хранителями. Я хочу сказать, что эти ребята вошли в эту совершенно безумную затею за полгода до премьеры, поверив в то, что это должно получиться, побросав все свои важные работы. Норд-Ост не предполагал какой-либо еще занятости, кроме Норд-Оста. Прошли о войне, воду, медные трубы, вышли на премьеру, сыграли, потом сыграли в общей сложности более четырехсот спектаклей. Честно вам признаюсь, у меня это не вкладывается в голове до сих пор. За несколько месяцев, за несколько месяцев до премьеры, когда мы начинали репетиции, когда мы уже программировали звуковые пульты, готовили фонограммы, шум ветра, грохот прибоя и так далее, возникла такая тема. Должен был прозвучать в самом начале голос капитана Татарина. В абсолютно рабочем режиме я записал этот текст своим собственным голосом. И он стал использоваться сначала в репетициях, а потом этот самый дубль проник в спектакль. И более четырехсот раз прозвучал в мюзикле Норд-Ост. И тут хитрость-то в чем? Я-то его четырехсот раз не читал. Я-то прочитал его один раз чуть больше двадцати лет назад. И вот сегодня, когда Лидия предложила мне прочитать этот текст, я сказал, что я, наверное, откажусь. И уже совсем было отказался, но тут произошло одно совершенно неожиданное событие. К артистам подошла маленькая девочка. Она передала им зелененький конверт. И сказала, вы знаете, я я написала письмо капитана Татарина. Это произошло сегодня, вот сейчас. Это правда. Я не имею права его не прочитать. Что, мы можем начать? Тогда представьте себе газет свет. Зрители стихают. Звучит шум прибоя. Звучит шум Милый друг мой, дорогая моя Машенька, пишу тебе это письмо, и одна лишь мысль терзает меня. Горько осознавать то, что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас. Самая первая из них ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Так что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Молю тебя, не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны именно ему. Не только я один, весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Не только я один, весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Не только я один, весь экипаж Святой Марии. ПЕСНЯ Обширно покрытую снегами землю, которую мы открыли к северу от Таймырского полуострова, я назвал твоим именем. И скоро на любой географической карте ты сможешь прочитать привет, который шлет тебе твой Мантигома Ястребиный Коготь. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Водоворот роковых событий и захватывающих приключений начинается с трагической случайности. Беглый каторжник отнимает у шестилетнего мальчика Санни Григорьева нож и убивает им почтальона. В руках у мальчика оказывается сумка с недоставленной почтой. Нож остается на месте преступления. Мальчик от рождения нем и никому не сможет рассказать о том, что произошло. Наступает жаркий полдень. На залитой солнцем Архангельской пристани кипит работа. Идет разруска баржи. Среди рабочих в старшей артели Иван Григорьев и его сын Саня. Море молчит, как рыба, но ветер дует и все изменится. Море то тишин выше, то выше крыши зовет волну. В штиле молчит и ленится, штормой рычет и пенится. Белых своих барашков сгоняя в северную длину. Утро пропахло ветром, а ветер пахнет весной морожкою. Город пропах рогожей, сырою кожей и пемаком. Полдень пропах картошкою, полдень пропах окрошкою. Хлебом, зеленым луком, копченым салом и молоком. Все, что в это загружено, будем грузить до ужина. Чтобы забить все трюмы и утром маршу поправить в море. А наше море не слышит горя. Лишь берег тончит, да камни мочит. Бурлит, лохочет и знать не хочет. Про наши беды на берегу. Ну да чего же народ кругом пошел жестокий и обозленный. Всей нашей жизни цена пятак, того гляди да летишь на нож. Сегодня утром за бочегом парнули ножиком почтальон. Убили малого просто так, убили малого не за грош. Какой кошмар и куда же только глядит полиция. Ну и ну, давно пора засадить за ревом. Все в паразитах и все шмарном. Эй, Саня, иди поближе, чего надулся, садись покушай. Бабы, вы что сороки, гляди немого, перепугали. Вырос отцу помощник, ты ешь картошку, а их не слушай. Лучше на всякий случай гуляй пореже за бочегами. Там ходят лихие люди, ножами машут размером с локоть. А наш хозяин шутить не любит, а наше дело мешки волокоть. Что утром башу отправить в море, а наше море не слышит горя. Бой литлокочет и знать не хочет про наши беды на берегу. Море молчит, как рыба, покуда ветер не переменится. Море ленивым зверем лежит под солнцем и греет бок. Ветер сегодня ленится, мощный к воде не греется. Ветер в ушах не воет, и нет, как светил. И нам не стоит бояться горя, бояться бури, покуда море глаза зажмурят. Ленивым зверем, обнявший берег, лежит под солнцем у наших ног. По настоянию Николая Антоновича семья Татариновых решает перебраться из Архангельска в Москву. Марья Васильевна со своей маленькой дочкой Катей и мамой Ниной Капитоновной пришли на пристань, чтобы проститься с морем, в котором пропала шхуна Святая Мария. Их провожает друг семьи Иван Павлович Кораблев. Московский скорый ждать не станет, нельзя опаздывать к нему. Баташ в пути насильщик уманят, Ещё мгновенье и камет, Всё наше прошлое во тьму. Минутной стрелкой сердце ранит, Разлуки час, прощальный час. Московский скорый ждать не станет, А море манит, море тянет Прийти сюда в последний раз, Чтоб снова, как прежде, В бессмысленной надежде, Святую Марию высматривать вдали И, проклиная почту, ждать писем, Веря в то, что они лишь задержались В снегах чужой земли. Поверьте, Маша, что столица Поможет высохнуть слезам, Пора с небес уже спуститься С Иваном Павловичем проститься И отправляться на вокзал. Чтоб в безоконченном романе Начать еще одну главу Экспресс не терпит опозданий Прощайте, друг мой До свидания Переезжайте к нам в Москву Приеду, приеду, Чтоб снова стать соседом, Чтоб снова стать тенью У ваших ног в Москве Быть другом и не более Не зная, что за роли Отведены судьбою Нам в следующей главе На пристани появляется полицейский, Который обвиняет отца Саня В убийстве почтальона, Предъявляя нож с надписью Иван Григорьев. Саня пытается объяснить, Что отец не виноват, Но его немота только злит пристала. Саня оказывается не в силах Спасти отца от ареста. Кто среди вас тут будет, Иван Григорьев? Если Иван Григорьев нужен, То вот он я. Вот он я. Твой ли это нож, Иван Григорьев? Вроде как похож, да. Значит, узнаешь очень хорошо, Что же ты его не спрятал в море? Стало быть, Григорьев Ты еще и глуп, Ты еще и туп, Ладно, душегуб, Давай, пошел. Что тут еще за сосунок? Это Григорьев, сынок. Он от рождения слова Вымолвать не умеет. Если он нам чего сообщить имеет, Пусть он сперва разучит Хотя бы пару слов. Смилуйтесь, погодите, Нежно вы не родите. Помните ваше благородие, Не шутите, Как поступать. Его же этот не дай, То боже не вид, Чего народ отдельный Подумать может. А тот, между прочим, Старший среди рабочих, Ведом на еле делать, Честных людей порочить. Когда он честным оказался, Сам в злодействе расписался, Вырезал буквами кривими На ноже собственное имя. Где ты его оставил? Ну-ка, припомнишь, может, Где и когда оставил ты этот ножик? Где это было, спрашиваю я, Третий раз. Третий раз. Третий и на этот раз последний. Я его наметник где-то обронил, Да не помню где. Верно, обронил, но не наметник, А сегодня ночью ты его забыл, Я не помню где. Там у почтальона в животе. Этого быть не может, Этого быть не может. Вы же слыхали сами, Как он признал свой ножик. Этого быть не может. Ждать от вам, разойдитесь. По южкам ваших благородие, Разберитесь, мои дружки, Сердитесь, грамотные. Не ошибка, кто по всему выходит, Произошла ошибка. Не убейте, Он не виноват. Прижимая к груди сумку погибшего почтальона, Маленький Саня вновь прилегает на пристык, Но просто отец арестован, И мальчик остается совсем один. Блачущего Саню замечает Иван Павлович Кораблев. Эй, капитан, Чего раскись? Что за беда? Откройся. Ну, не молчи, Ну, поделись, Давай, скажи, Не бойся. Ты, похоже, Не умеешь. Прости, моряк, Беги домой, Постой, Но слух-то ты Имеешь, И все, что слышишь, Разумеешь. Так ты лентяй, А не немог. А как же ты своих матросов Предпури сможешь ободрить? Не плачь, моряк, Я знаю способ. Простой, но очень верный способ Научился говорить. Запомнить нужно пару фраз И повторить сто тысяч раз. И если только повторишь, Наверняка заговоришь. Послушаем. Буря мглою небо кроет Вихри снежные крутят То, как зверь она завоет То заплачет, Как дитя. Запомнил. Буря мглою небо кроет, Буря мглою небо кроет, Буря мглою небо кроет, Эта мгла словно пылья троцитовая На отцах утолочерным крылом Всю страну словно губку пробитывая Перепутывая наши судьбы узлом Мы историю не перечитывая Отправляем сегодня на слом Ружинца мир на кузке Об это время сжавшись в голову как доски Маленький мальчик порвочет четыре строки Порвочи, не стесняйся, ты всех удивишь Если будешь настойчив и смел Ты уже победил, ты уже говоришь Навсегда позабудь, как предложью не мел Жаль вот только, что правдой своей, малыш Жизнь отцу ты спасти не успел Где-то в далеком краю Ты, может быть, отыщешь тепло и уют Стой, не забудь злополучную сумку свою Пури одною небо кроет Пихри снежные крутят То, как зверь она завоет То он заплачет, как дитя Всю страну словно губку пробитывая Разъедая основы всего Этот глаз словно пыль отрацидовая Оставляет тебя против всех одного Выживай на других, не рассчитывая У тебя больше нет никого На других, не рассчитывая У тебя больше нет никого Судьба заносит нашего маленького героя в Москву На дворе 1920 год Только что отгремела революция и гражданская война Саня был настойчив и смел Он научился говорить Но жизнь его не сахар Вместе с такими же беспризорниками, как он сам Он шныряет по блошинному рынку Среди жуликов и торговцев В поисках пропитания Сбылась мечта, я стал миллионером Владею я несметным количеством нулей Солидный вид, приличные манеры Иду гулять по скверу Искать случайных прибыли Ай-яй-яй, купи-продай Кого бы осчастливить миллионом Купить коробку спичек или пару папирос А может взять флакон, одеколону Мадам, прошу пардону Возьмите в зад ваш купорос Ай-яй, купи-продай Да я миллионер И ты миллионер И он миллионер Мы все миллионеры Пока товарищ милиционер Нас не погонит вдоль по скверу Пока товарищ милиционер Нас не погонит вдоль по скверу Зачем подушка, если нет кровати? Да И если нет рубашки На кой мне кружева? А может нам на публик денег хватит? Да, ну это как богатик Ну да Тут может хватит и на два Ай-яй Купи-продай Да здравствует страна Миллионеров Где временные беды Переживаем мы Дай бог нам до начала новой эры Не вздохнуть от холеры Ты я такой другой Чумы Ой-ой Да боже ж мой Да я миллионер А я И ты миллионер А-о И он миллионер Мы все миллионеры Пока товарищ милиционер Нас не погонит вдоль по скверу Пока товарищ милиционер На снег погонит вдоль по скверу Гонит вдоль по скверу На снег погонит вдоль по скверу Пока товарищ милиционер На снег погонит вдоль по скверу Погонит вдоль по скверу Погонит вдоль по скверу Счастливый случай вновь сталкивает Саня и Иван Павлович Кораблев Саня уже научился говорить Иван Павлович очень хочет Чтобы Саня учился В школе коммуни номер 6 В которой сам Иван Павлович работает педагогом А Николай Антонович Тандаринов Директор Этим временем в своем кабинете Николай Антонович отчитывает Двух учеников 6-й городской школы коммуны Михаила Ромашова и Валентина Жукова Нет, мне изначально непонятно Как такое вы могли себе позволить Да, мне чрезвычайно неприятно Что творится в нашей школе А знаете ли вы, что все злодейства Подлые предательства и фарисейства Так же начинались Вроде бы пустяшных, а невинных мелких действий И его, как известно Коготок у нас всей птичке пропасть Крыса на уроке, это дерзость Ну-ка, Ромашов, поведай нам, давай-ка Как организовал ты эту мерзость Что вы, Николай Антонович, это фалька? Ах, так это Жуков крыс приносит Это был хомяка и не крыса вовсе Можно так вести себя ученикам Школы коммуны мы спросим И ответим строго без обняков Вы разрешите? Нельзя! Здравствуйте, входите, я не буду Простите, ради Бога, только что на улице я встретился Совсем случайно с мальчиком, которого в Архангельске я знал немного Он был от рождения не мыл Тогда весьма печально Верно, но сейчас он говорит не хуже нас Он научился, посмотрите, это чудо Но, мой друг, уж раз вы научились говорить Так расскажите же нам, кто вы и откуда Смелее, смелее Меня зовут Григорьев Александр Живу я в вокзале Я круглый сирота Хорошо Все, все, все Нет, все понятно Вам за хулиганство два наряда Крыса на уроке, значит так вы двое В комнату заведующего складом Отведите прибывшего к нам героя Пусть его оденут и обуют Да, вы не ослышались его героя Пусть ребенок лучше учится у нас Чем на вокзале ворует Крысу утопить Постойте, Гораблев, я задержу вас Чуть-чуть Да, я педагог, и мне понятно Жкучу желания помочь всем сразу Но мне чрезвычайно неприятно Братите без направления на образ А вы, что только за нынешнюю осень Привели таки, как он примерно Можно ли так вести себя учителям Школы коммуны мы спросим И ответим твердо, без обидников Извините, но нельзя Все В жизни нашего маленького героя Происходят замечательные перемены Он ученик школы коммуны У него появились новые друзья Валька Жуков и Мишка Ромашов А главное, он знакомится с лучшей девочкой на свете Катей Татариновой И он еще не знает, что она дочь того самого капитана Чьи письма он нашел в злополучной почтальонской сумке И выучил наизусть А тем временем в доме Татариновых разворачиваются драматические события Иван Павлович Кораблев приходит к Марье Васильевне с букетом цветов Чтобы объясниться ей в любви Нина Капитоновна всей душой желая счастья своей давно обдавевшей дочери Отправляет маленькую Катю погулять Пойди, Катюша, погуляй Эй-эй, оденься потеплее Давай-давай-давай-давай Скорей-скорей-скорей Скорей Мой верный друг Не нужно слов Они лишь сердце зря тревожат Мы не опишем наших чувств Передоверив их словам Я знаю все, что мне сказать Хотите вы И вам ведь тоже Наверняка Известно то Что я отвечу вам Вы скажете Безумство девять лет И шесть из них везде А мужей нет И я уже почти вдова Но в ожидании вести роковой Не вправе я считать себя вдовой Пока Моя любовь Жива Я только кое-что спрошу Вы как чайку Или поесть Ты предложил бы хоть машу Ивану Павловичу присесть Мама Все Ухожу За девять лет Забыли все Об экспедиции Пропавшей Но я не верю Что погиб Святой Марий Капитан Я буду ждать И может смерть Уйдет Не солоно хлебавши Я буду ждать Я буду ждать На перегор Года В душе Моей холодный Снежный Коп Но греюсь я Последним Угольком Хоть Леет Он Едва Едва Бессильно Изменить Течение Лет И ваш Не мой Вопрос И мой Ответ Пока Моя Любовь Жива Бессильно Изменить Течение Лет И ваш Вопрос И мой Ответ Пока Моя Любовь Жива Аплодисменты Аплодисменты Николай Антонович Ах, Иван Павлович Вот так сюрприз Машенька милая Сделайте Чаю Мы Посидим Попьем Пополтаем Можем достать Парадный сервиз Боже Какой букет Откуда В марте Один цветок Миллиона Полтора Прошу простить Пожалуй Мне Парад Что вы Куда Вы Чай Поспевает Мы По-простому Без Должностей Знаете Мой Друг Как приятно Бывает Дома Застать Нежданный Гостей Я вас Не понимаю А видимо Придется Дарите Розы В мае Дешевле Обойдется Визит Без Приглашения На грани Могатона Ах Николай Антонович К чему Этот Варс Иван Павлович Абукет Не нарушает Этикет Или Быть Может Мне Принять Гостей Не Позволяет Домострой Быть Может Мне Запрещено Ходить В кино Смотреть В окно И В ожидании Дурных Вестей Должна Я Скрыть Лицо Чедрой Я Вас Не Понимаю И Правда Непонятно Не Знаю И Сама Я Как Вырваться Обратно В Архангельск Нет Возврата И Я Как Приживалка У Мужниного Брата Шесть Лет Под Зам Ах Боже Мой Какой Замок Когда Ваш Дом Пришла Беда Кто Как Не Я Пожертвовал Собой Вам Помогал Печаль Унять Кто Делал Все Что Только Мог Чтоб Наступил Тот День Когда Мой Бедный Брат Вернулся Б Домой И Смог Б Снова Вас Обнять Кто Ради Этого Святого Дня Так Много Отдал Сил И Так Мечтал Чтобы Этот День Не Наступил Мишу Бабушка Бабулечка Откуда Ты Да Не Откуда Я Тут Войлотометр Немножечко Расколотила Где-то Так Испачкалась А Это Что За Чудо Это Саня Он Тут Ни Причем Все По Другому Было Это Не Она Тут Целиком Моя Вина Простите Я Его Разбил На самом Деле Все Это Вранье Да Вы Не Слушайте Ее Нет Это Я Его Разбила Это Я Мы Не Хотели Мир Прямо Таки Полон Доброходов Вот Они Стоят Потупив Отщи Долу Вот Кому Помог Найти Работу Вот Кого Против Управил Принял В школу Вот Что Получил За Все За Это Все Таки Верна Народная Примета Делая Добро Не Стоит Ожидать Аналогичного Ответа Да Неблагодарность А это И есть Первая Причина Всех Бед Вот Кого Я Пригрел Неосторожно Вот Кому Вы Поверил Так Легко Я Вы Хамелеон Да Как же Можно Про Ивана Павловича Сказать Такое Да Удивительный Феномен Скромен И одновременно Вероломен Можно После Этого Переносить Ваше Присутствие В этом Доме Тумаю Ответ Известен Вам Самим А сейчас Мы с вами Сделаем Небольшое Лирическое Отступление И Вспомним Как Выглядела Сцена Которую Мы Сейчас Споем В спектакле Нурдост Эта Сцена Называется Капитаны Собственной Судьбы Или Вторая Оратория На сцене Четыре Главных Героя Маленьких Актеры Детской Труппы Эта Сцена Символизирует Взросление Героев Поэтому К ним Присоединяются Актеры Взрослой Труппы Исполняющие Тех же самых Героев И они Вместе Поют Эту Ораторию Которая Стала Гимном Дружбе И верности И лейтмотивом Всего Спектакля И вот Сегодня Мы хотим Вам показать Так Как это Было У нас В Нурдосте К нам Пришли Актеры Детской Труппы Наши Малыши Не может быть Ну вот Достало За двоих Да Наплевать Сто тысяч Раз Ты Извини Что я Поддых Да Ну спасибо Что не в глаз Эй Григорьев Добрый вечер Валь Смотри Какая встреча Тут на нас С тобой Уже И не глядят Извини Что помешали Познакомься Это Валя Даромашов Екатерина Очень рад Будем дружить А это что За Засад Это Валькина Подружка На какую-то Лягушку Этот псих Потратил Целый Миллион Что за Ящерка Смешная Я и сам Не очень Знаю Продавали Говорят Хамелеон Хамелеон Он только Не взрослый А пока что Эмбрион Не цельмонно Приказская Не какой-нибудь Приют А шестая Городская Где друзей Не предают Мы возьмем Самое С детства Наше скромное Наследство Неприметное Для посторонних Класс Наши детские Заботы Наши драки И бойконы Наш форекс И наш Гремочий Газ Пару лягучек И копилку Прозапас Капиталы Собственной Судьбы Это нас Сорет Сигнал Трубы Это нам Подымать И варя И над морем Паря Обживаться Солнце И двенадцать Месяцев В году Нам Грески Сквозь Радость И беду Нам Треметь Солнце Смотка И бед И сядь И бороться Нашим Клятвам И законам Мы с тобою Неуклонно Будем следовать Повсюду И всегда Бить так классно Бить так пылко И свою Свинью Кобилку Беззоветно Пронести Через года Не предавать И не сдаваться Никогда Друг Сердежный Друг Мой Дорогой Зай Отныне Я Всегда С тобой И пускай Поменяемся Мы Поменяется Мир Свой Года Прорастая Но Двенадцать Месяцев В году Зай Что Я Тебя Не Подведу Я Тебя Никогда Не предам И Обиду Не дам Никому Никогда Я Тебя Я Я Я Я Я Аплодисменты И надо добавить, что единовременно в детской группе присутствовало 40 человек, 40 человек, и через прокат прошло несколько поколений детей, так вот к нашему вязчему изумлению оказалось, что их просто невозможно, невозможно выдернуть из обычной жизни и выцепить, потому что они талантливые, они трудоголики, они востребованные, и эта блестящая четверка просто счастья, это ваша удача и счастье, что они сегодня. Саня Григорьев, Виталий Розенбассер, Катя Татаринова, Влада Супряга, Валька Жуков, Григорий Сантони и Михаил Ромашов, Миша Филиппов. Новый 1929 год. На карнавале в парке Саня, Валька и Ромашов встречают Катю и ее подругу Киру. Катя и Саня явно влюблены друг в друга. Между Валькой и Кирой тоже зарождается роман. Вот ведь какая погода, вот ведь опять, как всегда, к празднику Нового Года холода. Вновь мороз, вот анаркоз, обезболен у нас в нос, видимо, это надолго и всерьез. Тем, кто учет, мороз ни почем, потому что на сваленке греют, потому что на той, 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 другой, но мы усердно топочим обрет. Папа, потому что знаком нам всеобщий закон, но на морозе с друзьями теплее. Папа, потому что созвал нас гулять карнавал, потому что грядет Новый Год. Я скоро стану льдиной. Ох, здорово терзает, такая холодина, что зубы замерзают. А я вас уверяю, земля меняет климат, и с каждым годом зимы теплее чуток. Сейчас Валька наколдует и станет холоднее. Я вам рекомендую свою подругу Киру. Че, земля меняет климат. Все, просто такое дело, пока не будет вред, а еда на капок. Есть одно русское средство, губа не дать декабре. Нужно мороженое в греце и в изглубре. Наш народ непобедим. Минус тридцать один мы сообразим, как согреться среди летим. Те, кто учен, мороз не почет, потому что нас валют и греют. Потому что ногой, кто-то одной, кто-то другой, мы, по-моему, сердце топочем облёд. Потому что знаком нам всеобщий закон, на тот морозе с друзьями теплее. Потому что флажки, серпантины, снежки, потому что грядёт Новый год. Земля меняет климат. Да, ученые считают, что неостановимо все леты и планеты тают. Земля везде навстречу несётся по орбите. Вы только посмотрите, как нам повезло. Ты что-то перепутал и стало холоднее. Ещё одна минута, и я стекленею. Я всех вас приглашаю к себе на чашку чая. Конфет не обещаю, но будет тепло. Тучи опять наползают, белой метею грозят. Там, где вода замерзает, жить нельзя. Но как старый мы будем в минус тридцать один, И организм остаётся невредим. Те-те-те-те, кто учёт, мороз нипочём. Потому что у нас фаренки греют. Потому что ногой, тут одной, тут другой. Мы усердно на почве облёт. Потому что знаком нам всеобщий закон. Но на морозе с друзьями теплее. Потому что в крови бродят стоки любви. Потому что грядёт Новый год. Потому что грядёт Новый год. Наши юные герои приходят в дом Татариновых. И встречает сам Николай Антонович. Он в прекрасном расположении духа. Потому что рядом с ним его любимая женщина. Сегодня он само, так сказать, радужный. Лактометр. Буду шутить. Эх, Григорьев, Григорьев. Не выпускник, а горе. Я шучу. Мог предполагать, что будут здесь тебя ругать. За инцидент уж много лет. Как позабытый, кому скажи. Сочтут враньём не на картинке, а живьём. Морские звёзды и ежи, и трилобиты. Наш дом открыть для всех друзей. У вас не дом, а дом-музей. Спасибо. Вот здесь триас, а здесь ордовик с позднею юрой. Катюшин папа был моряк. И всё, что плавает в морях, он привозил из дальних стран. Он был отважный капитан. Он был герой. Да-да, он был герой. Он был герой. Да-да, герой. Катюша, дорогая, у нас же в доме гость. Уму не постигаю, откуда столько злости. А вы не поймёте, хоть голову сверните. Ребята, извините, пройдёмте ко мне. Не умею терпеть Там, где нужно покорно смолчать Начинаю кипеть Начинаю дерзить скорича Но попробуй сдержись, если весь этот дом Через край переполнен стыдом Многотонным стыдом тяжелее сверца Дом, в котором порога на память отца Шёл всю жизнь он единственным курсом вперёд Ни врагов, ни страшась, ни трудов Чтоб прорваться в кольцо за полярных широк Он вморозил корабль в дрейпующий лёд Я с тех пор почитаю уж тринадцатый год Как исчез безо всяких следов Где-то в морозном краю Таком немилосердном к его кораблю Не уберёг он святую Марию свою Не может быть Быть может, я сошёл с ума Я помню строчки из письма от капитана этой шахманы Не может быть Ромашка, ты же его читал Ну вспомни, ты ко мне пристал в тот день, как я попал в коммуну Не может быть Но я тебе ещё в тот раз чуть было не заехал в класс А теперь припоминаю Такой зелёненький конверт Сначала Машеньке привет, а дальше шло Про Николая И где это письмо? Да в нашей спальне В старой моей сумке Нереально Сейчас я принесу Прочтите сами Стой, пойдём со мной Расскажешь маме Не может быть Не может быть Саня приносит письмо домой к Ивану Павловичу Кораблёву Наконец-то В руках у Марии Васильевны весточка От давно пропавшего супруга Капитана Ивана Татаринова Но письмо не окончено В нём не хватает последней страницы Желая угодить Николаю Нет второй страницы Она была Но вот беда Я не могу понять Куда она могла запропаститься Куда же я мог её девать Там было Горько осознавать Что всё могло бы быть иначе Да, так и было Я клянусь Её помню наизусть Там дальше шло Про неудачи Неудачи преследовали нас И первая из них Ошибка За которую приходится Расплачиваться ежечасно Ежеминутно Та Что снаряжение экспедиции Я поручил Николаю Да, Николаю Молю тебя не верь этому человеку Можно смело сказать Что всеми нашими неудачами Мы обязаны именно ему Не только я один Весь экипаж Святой Марии Шлёт ему проклятие Не только я один Весь экипаж Святой Марии Нет, это невообразимо Ты что-то путаешь Да нет И подпись вроде псевдонима Сейчас я вспомню Мангатим Как? Мангатима Что за бред? Нет, это имя мне знакомо Лишь буквы путаете вы Его звала я Мантигома И это знали лишь вдвоём мы Тебе я верю Да, увы Увы Что ты наполил Уж лучше б ты Остался немым Каким жестоким оказался час Что столько лет Она ждала А что? Я правду говорю Зачем темнить-то? А затем, что Николай Антонович Как раз и есть тот самый Николай Так вот, кто этот Николай Ну что ж, тем хуже для него Мария Васильевна теперь поймёт Что он предатель, а не друг Боюсь, она уж поняла Видать, не знаешь ты того Что Николай Антонович уж год Её супруг Её супруг Так What Гаверия Видатли У Почему Весь шар земной Свет померк И спасения нет Лекарства Что помогло бы Выжить В этом черном снегу Я в домашней аптечке Найти не смогу В душе моей Холодный снежный гон Но греюсь я Последним угольком Хоть тлеет он Едва, едва Прощенья нет ошибки Роковой Не вправе я считать себя живой Пока Моя любовь Жива Любовь моя Что столько лет была Защитая неверия и зла Любовь Любовь Которую я предала Есть на полках домашних аптек Порошки, бальзамы и мази И настой целебной травы От волнений, от сердца и головы Но когда Почернел Почернел белый снег И небесный свод Рухнул на землю И трясиной Сделалась твердь Остается лишь Это Средство Остается лишь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скажи... Жизнь отца... Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! Там, где кончается земля Там, в безмолвии седом, средь обломков корабля Скрыта правда Скрыта правда подо льдом Где-то подо льдом Там, там, где кончается земля Нет, правде голос нужен Рвется наружу Рвется наружу Где-то сквозь мрак и стужу Вьются следы по льду Ради отца и Кати Должен я Разыскать их Клянусь, что экспедицию Пропавшую Найду Пусть не скончаемый шторм Пусть непосильный труд Я никогда Ни за что Не изменю маршрут Пускай без молвии льда Пускай Пожарить дым я Ни за что Никогда Не стану вновь Неным Жить Значит, жить Скорая А не бочком Да с краю Если тебя марают Подлость нельзя спускать Если тебя задело Это уже полдела И все, что остается Лишь бороться И искать И все, что остается Лишь бороться И искать Аплодисменты 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 Спасибо.